Уважаемые гости, поприветствуемся Олегом Королёвым, глава администрации Лидия Скоро. Пожалуй, ни один мастер-класс и ни одна встреча не собирала такого аншлага. В шатре яблоку негде было упасть. Интерес участников форума понятен. Когда еще удастся пообщаться с главой региона Олегом Королёвым? Разговор с молодежью он начал с вопроса, кто кем хочет стать. Мы отвечаем на ваш вопрос конкретными фразами. Хотелось бы работать в вашей команде. Юристы, экономисты, менеджеры, чиновники – все это хорошо, уверяет глава региона, но только в меру. Переизбыток этих профессий уже давно оставил неудел многих специалистов. Самое главное – не стать только юристом, или только учителем, или только строителем, или только предпринимателем. Самая главная задача – стать человеком. А как им стать? Вот это самый трудный вопрос. Ответ на него глава региона уже давно нашел. В первую очередь Олег Королёв призвал молодежь трудиться и доводить начатое до конца. А также научиться слушать окружающих людей. Говорили о тенденциях рынка профессий. Кто сегодня востребован, а кто нет. Как выяснилось, в тренде рабочей специальности представителей этих профессий в зале не нашлось. А вот учителя были. И, как оказалось, у них свои вопросы для главы региона. По моей специальности, учитель истории, в области всего есть одно место. Это село Геуша Задонского района. Там предоставляется ставка, но и предоставляется, скажем так, условий для проживания. У нас жестко установлено. Учитель, врач, приехал работать в сельскую местность. Во-первых, он получает сразу 200 тысяч безвозвратных денег на поддержку. Во-вторых, мы его обеспечиваем для начала служебным жильем. Активная молодежь задавала губернатору самые разные вопросы. От преференции для молодых семей до создания бренда области. Но самой обсуждаемой стала тема туризма. У нас есть идея, мечта снять серию передач о Липецкой области, о ее красотах, чтобы люди узнали, куда можно съездить, куда можно вложить свою энергию в качестве предпринимателя. И хотим попросить помощи у вас, чтобы вы взяли шество над этим проектом. Глава региона идею поддержал. Этот проект должен существовать в реальности, уверен Олег Королев. Средствами администрация может помочь в рамках закона о государственно-частном партнерстве. Такие форумы позволяют познать намногое. Всем сторонам. И самой молодежи, и участникам этих ячеек, общества, семьям и власти. Намного предстоит сделать. Намного больше, чем сделали сейчас. Для всеохватности, для глубины, для интеллектуальной насыщенности, для физического развития, для любви к своей величайшей, вот такой богатейшей родине. Заканчивая встречу, Олег Королев напомнил участникам форума, что российская молодежь всегда была одной самой интеллектуально развитой в мире. А это нужно ценить. Активистам же губернатор пожелал не терять настроя на успех и постоянно работать над собой.